Представители власти по поручению президента Садыра Жапарова провели встречи с местными жителями Киминского района, чтобы выслушать проблемы граждан и найти пути их решения. Были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся социальной и экономической жизни региона, а также улучшения взаимодействия между населением и органами власти. Представители власти внимательно выслушали обращения, а также заверили, что будут приняты все необходимые меры, после чего жители подали заявление для дальнейшего рассмотрения и решения своих проблем. У нас есть городская мусорка, которая находится в районе Переволбаса в стороне гор. И сейчас в данный момент она у нас наполнилась, и у нас постоянно идет дым. Следует отметить, что были подняты такие важные вопросы, касающиеся образования, земельных отношений, медицинского обслуживания, а также нехватки питьевой воды. На встрече с жителями Киминского района некоторые проблемы были решены на месте, а другие взяты в работу. Во второй половине дня собрание продолжилось в Токмаке. Во встрече приняли участие представители власти двух городов, пяти сел и жители. Был задан ряд важных вопросов, один из них – жилые участки для молодых семей. Я 32 года, как не могу получить землю в частную собственность. Ребята, которые родились в 2000-х годах, уже получили его. В нашем местном Айлу-Кнуйту проявляется явная коррупционная схема. Мы это уже доказали и передали дело в суд. Но наши надзорные органы не работают честно и не доводят дело до конца. По земельным вопросам в рамках амнистии у нас 20 850 человек стали владельцами земельных участков. 662 гектара земли возвращено на баланс государства. 1 миллиард 600 миллионов сумм выделено для обеспечения населения чистой водой. Как вы сами видите, уже есть преобразования, изменения. И с каждым годом я надеюсь, что это будет улучшение. По словам заместителя председателя кабинета министра Фейделя Байсалова, в последнее время в дорожной отрасли, несмотря на серьезное внимание, все еще есть проблемы. Также было отмечено, что будут рассмотрены варианты решения ряда вопросов – нехватки школ, детских садов, социальных объектов. Задача такая, чтобы услышать напрямую, получить жалобы, какие-то просьбы, узнать о проблемах населения. Может быть, где-то на местах какие-то есть большие проблемы. Проблемы есть, проблемы будут решаться. Сейчас на лету на районном областные руководители сразу же отвечают, где-то они сразу заявления пишут, жалобы пишут, и они получат ответы в письменном виде. Отметим, всего во встречах с участием жителей Кеминского района, города Токмок и ряда Аилок-Мэту было задано более 50 вопросов. На некоторые из них представители министерств и ведомства ответили на месте, другие были тщательно изучены.